Сейчас все заговорили о Грете Тунберг, особенно после ее выступления на трибуне ООН. Если вы вдруг не в курсе, хотя я думаю уже сейчас все о ней знают, девочка из Швеции, 16 лет, и она взывает к людям, к политикам, толкает очень страстные речи, в основном связанные, конечно, с экологией, с ее украденным детством, как она говорит, с тем, что у нее забрали планету, у нее, как у жительницы планеты, нет здесь будущего, ну и так далее. Активно раскручивают нам эту самую Грету Тунберг. Я наблюдаю за ней уже где-то полгода, не думал, что настолько ее раскрутят, но сейчас вижу, что да, действительно, все гораздо серьезнее. Ее сейчас уже номинируют на Нобелевскую премию мира, и скорее всего, она, конечно, ее именно и получит. Но вот что я, как человек рациональный, не могу игнорировать, и даже не имею на это право, думаю, стоит об этом говорить. Сейчас у нас заговорили о введении нового эко-пакета в Германии. Этот экологический пакет обозначает не что иное, как повышение цен, значительное повышение цен на бензин. Ну и мы понимаем, что повышение цен на бензин обозначает и повышение, соответственно, на все продукты, питание, одежда и прочее разное, плюс, конечно, проезд и пользование общественным транспортом. И это напрямую ударит непосредственно по кошельку каждого обывателя. Раздражает меня еще это тем, что все происходит на фоне, в общем-то, понижения цены на нефть. Мы видим общемировые тенденции. Скорее всего, нефть будет понижаться. А вот в Германии решили ужесточить все, что связано с потреблением бензина. И, конечно, с одной стороны, в этом пакете есть положительные моменты, такие, что будут стимулировать обладателей или покупателей электромобилей, те, кто будет отказываться от бензиновых машин. И это здорово. Но проблема в том, что пока еще не собственно на инфраструктура. Даже если люди сейчас массово пересядут на электромобили, у них нет возможности их везде и всюду заправить, как сейчас с бензиновым автомобилем. Мне, как пользователю, придется сначала это делать дома, ездить на небольшие расстояния. Но, может быть, это именно то, чего они и хотят, так сказать, достичь. Одним словом, вот такие жесткие меры, да, они стимулируют людей пересматривать их образ жизни. Но я считаю, что вот это желание построить, так сказать, рай в отдельно взятой стране, это ни к чему не приводит, понимаете. Меня бесит, что моя страна пытается здесь, где я живу, или соседняя Швейцария, Австрия, ну, создать такие экологически чистые зоны. Беспрерывно говорят об очищении окружающей среды. Постоянные штрафы, защищая животных и рыб. Это все замечательно и превосходно. Но когда ты смотришь на планету в целом, ты понимаешь, что даже если вот здесь, конкретно в этом месте, будет чисто и хорошо, мы все равно на вот этом благополучном островке можем просто погибнуть на изнасилованной планете Земля. И если говорить серьезно о защите экологии, то мы же понимаем, что нужно действовать совершенно с другой стороны, наступать нужно не на рядовых граждан, кто должен больше платить за бензин, а на тех, кто беспрерывно занимается добычей этих ресурсов, так как уже переизбыток, уже говорят, что достаточно, что уже можно вообще на какое-то время прекратить добычу нефти, прекратить эту гонку, на которой целые страны существуют, как мы знаем, там Саудовская Аравия, те же Соединенные Штаты, Россия. Попробуйте сейчас России запретить добывать нефть и газ. Они же просто умрут с голоду, там больше ничего не производится. Это страна-паразит, которая высасывает недра из земли, за счет этого живет. И таких много. Вот нет бы всем миром начать бороться с этим, то, что серьезно влияет на состояние нашей планеты, нет, мы лучше будем повышать цены в отдельно взятой стране, как они говорят, в качестве примера всему миру. Но все как-то плевать хотели, и большая часть нашей планеты выглядит вот так. Я надеюсь, что все будет несколько иначе, что, например, в соседней Франции, когда решили поднять цены на бензин, как мы знаем, протесты желтых жилетов, они шли несколько месяцев. Люди протестовали и пожгли там половину Парижа. Макрон вынужден был отступить. А немцы спокойно приглядываются, переговариваются, обсуждают все это, да, в том числе на телевидении. И да, очень много мнений, не все, естественно, за этот экологический пакет, но у людей такое ощущение, что, может быть, его все-таки не примут. Они еще не понимают, что если кто-то начинает в правительстве об этом активно говорить, то, значит, примут 100%. Если не в ближайший месяц, то через месяц, но все равно примут. Именно поэтому я понимаю, почему мне, как обычному пользователю, в большом количестве скармливают Грету Тунберг. Это, к сожалению, психически больная девочка. Ну, действительно, к моему глубочайшему сожалению, нужно называть вещи своими именами. Это не то, что вот мои фантазии, я все время наделяю людей какими-то психическими расстройствами. Нет, этот факт не скрывается. У нее действительно абиссивно-компульсивное расстройство и селективный мутизм. Это такая форма аутизма. То есть, если вы просто будете общаться с этой девочкой, она может не реагировать ни на ваши слова, ни отвечать вам. Она погружена как бы в свои мысли. И только на определенной теме у нее как бы срабатывает такой тумблер, и здесь включается все ее красноречие и вся ее энергия. На своем канале я достаточно много рассказывал о таком расстройстве психики, как шизофрения. И проблема с этими людьми заключается в том, что они очень активны. Их фактически невозможно остановить. Они бесконечно долго и много готовы толкать свою идею, если на этой конкретной почве у них произошел сдвиг. И нужно еще понять, глядя на Грету Тунберг, что она потомок большой актерской династии. У нее и дедушка, и папа, и мама. Там очень много актеров. Они были связаны так или иначе со средой шоу-бизнеса. И поэтому вот эти ее такие уникальные способности на самом деле могут быть просто фактом того, что ее готовили к актерской деятельности. Поэтому, понимаете, когда мне показывают девочку из актерской семьи, по сути, актрису, которая прекрасно, замечательно играет свою роль, при этом она еще и психически нездорова, мне ее активно скармливают на всех каналах. Для того, чтобы потом задвинуть экологический пакет, я понимаю, что со мной, как с обывателем, играют. Моим мнением пытаются манипулировать, надавив, так сказать, на человеческие чувства. Понимание того, что вот даже до последнего ребеночка-то дошло. Пользуются, к сожалению, этой девочкой. Да, но лично я, как обыватель, не прислушиваюсь к тому, что несет мне этот несчастный больной ребенок. Больше чем уверен, что если с ней попытаться поговорить о каких-то других вещах, то может выясниться, что она вообще не понимает, где она находится, и не понимает о положении вещей. То есть, понимаете, с этими людьми все очень сложно. Доверять мнению таких людей я бы вообще не стал. Ну и, конечно, у нее впереди замечательное будущее. Если не в политике, то уж в шоу-бизнесе наверняка. И так что ей, естественно, Нобелевская премия не помешает. Я думаю, что очень многие медийные ресурсы, многих стран будут задействовать не только такую, как Грета Тумберг, а будут выискивать еще таких детей. Сейчас начнется волна. Дети планеты против взрослых, так сказать, борются за нашу Землю. И для тех, кто думает, что вот я нахожусь в какой-то раковине, не понимаю, что вокруг происходит, я все прекрасно понимаю. Я горжусь тем, что Германия активно использует альтернативные источники. Они собираются действительно доказать, что можно жить по-другому. К сожалению, мало кто прислушивается. Но в этом смысле для меня персонально, как для человека, единственной надеждой является не вот эта вот артистичная Грета Тумберг, которая, кроме как поговорить, ничего не может сделать. А для меня в этом смысле показательным является Илон Маск. То есть вот этот человек, он действительно что-то делает для всех нас. Мы должны поддерживать не Гретту Тумберг, говорящую с трибуны вот эти пламенные речи, а вот этих скромно действующих инженеров-ученых. Илон Маск – отец, кажется, пятерых сыновей. И он когда-то сказал, что до него дошло, что когда вырастут его сыновья, через 30-50 лет на этой земле просто не будет достаточно питьевой воды. Здесь будет экологический коллапс, и это все понимают. Это уже фактически невозможно остановить. Либо мы начнем действительно действовать с той стороны, с какой я говорил, то есть прекратим варварское использование ресурсов этой планеты, чего, мы понимаем, не произойдет никогда. Так вот, он говорит, для того, чтобы у моих детей был шанс, необходим ковчег, необходим выход за пределы этой планеты, поиски другой подобной планеты. И другой великий физик, умерший недавно, как вы знаете, наверняка, Хокин, о чем он говорит? Если бы люди взялись за голову и поняли, что уже ситуация катастрофическая, все свои средства они направили бы на создание космического корабля, способного достичь подобной планеты, как Земля. И у нас уже есть технологии, у нас есть ресурсы. У нас не хватает вот этой воли, общепланетарной воли и программы, которой была бы задействована вся планета. И мы могли бы это сделать. Мы могли бы создать какие-то базы за пределами планеты, и мы могли бы, возможно, здесь облегчить все эти вещи, связанные с добычей ресурсов. Отношение мое к Гретти Тунберг следующее. Я не покупаюсь на речи этой несчастной малышки. Я понимаю, что для ее родителей это возможность создать ей какую-то карьеру. Возможно, в том числе, да, и получение Нобелевской премии тоже может быть целью. И если в результате все-таки введения экологического пакета, нового тяжелого финансового пакета в Германии люди будут возмущаться, я буду в числе их. Вот такая история. Всего вам доброго. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok